Представители трёх стран – Польши, Украины и Белоруссии – с трёхдневным визитом посетили Гродно. Сегодня в рамках международной поездки состоялось заседание, где участники форума выступили с конкретными идеями и предложениями по привлечению инвестиций для развития приграничного туризма. Проект международной технической помощи «Планета идей» начал работу в прошлом году. Его участники активно выступают с различными идеями, которые находят отклик у деловых партнёров. Нынешняя встреча – это лишь один из этапов реализации проекта. Подобное мероприятие уже проходило на территории Украины. В следующий раз гостей у себя будет принимать польская сторона. Гродницкий регион, наверное, один из самых удачных для развития туристики. Большое количество и объектов, и, скажем, желание развивать туристику есть. Проект уже заканчивается и показало, что есть районы, которые не очень на это настроены, есть районы, которые хотят этим заниматься. Основное, мы поняли, что если есть какой-то человек, которому это интересно, и у него есть желание это развивать, тогда всё становится на место. После небольшого заседания начался семинар, где каждый из участников поделился с коллегами своими проектными идеями партнёрского сотрудничества в области туризма. Так, к примеру, польскую сторону заинтересовал белорусский город Щучин. Есть город Щучин в области Граднинска, есть город Щучин в подлянском воеводстве. Как раз у них есть создание туристических маршрутов, шлаг короля Яна Тшутиго-Собискиго, конечно, промоция этих регионов. С подобным предложением выступили и украинские партнёры. Они заинтересованы в объединении озера Свитязь в один проект. К слову, все участники Международного форума активно прорабатывают идеи в развитии двух и даже трёхсторонних проектов по развитию приграничного туризма. Мы считаем, что для нас это очень хороший туристический, может быть, маршрут совместный. Очень интересует город Луцк, ваши города Лида и Новогрудок. В рамках большого такого туристического маршрута Путь Гедоминовича, мы считаем, что это очень перспективный европейский будет маршрут. Мы тоже заинтересованы в том, чтобы развивать этот вид туризма. Очень много у нас идей участников касается именно спортивного туризма. Здесь, в Гродненской области, много участников, которые специализируются на этом, на спортивном туризме. И мы видим, что есть большой интерес наших украинских участников именно для того, чтобы развивать совместно какие-то мероприятия проводить вместе с белорусскими партнёрами. Еще протягом реализации проекта, который мы сейчас реализуем, у нас уже есть результаты, оскільки нашими представниками от органов местного самовременности и самым фондом поддержки предпринимательства уже написаны проекты и поданы до других программ, которые действуют для украинской стороны. Другой, я хотела бы сказать, что действительно приехали такие представники, которые сами выявили взять желание в данных заходах нашего проекта, научиться посадить проекты, найти себе партнеров и спільно их реализовать. У представителей трех стран также много идей в области агротуризма. В первую очередь, это обучение собственников поведению агротуристического бизнеса и развитию агроусадьб. В Беларуси, Польше и Украине для этого имеется большой потенциал. Возможно, уже скоро, благодаря проекту «Планета идей. Трансграничный трансфер знаний» в области привлечения инвестиций для развития приграничного туризма, в Гродно появится пешеходно-велосипедная дорожка, которая соединит два города – Гродно и Белосток. Реализуется проект мобильного гида с помощью QR-кода. Особое внимание международные партнеры уделяют историческому прошлому трех регионов. Так, в Лиде пройдет реконструкция объекта средневековой культуры Лидского замка. Гольшанский замок в Ашмянах также предстанет перед посетителями в обновленном виде. В целом, как можно отметить, работа планируется плодотворная, а нас ожидает много интересного. Евгения Филиппова, Анатолий Бояринцев, Новости Гродно+.